Для того, чтобы спасти заколдованную мышиной королеву и принцессу от уродства, нужно расколоть сверхтвердый орех крокотук. Для этой цели нашли астрологи молодого человека, который, сделав это, сам становится уродцем. Так в начале балета появляется неприятная кукла-щелкунчик. Но девочка Маша все равно полюбит его и спасет от мышиного короля. Со временем публика полюбит щелкунчика не меньше Маши, а театры начнут щелкать этот балет, как орехи, не прекращая. На последней неделе уходящего года балет этот дают всюду, где только можно танцевать. Однако стратегический перевес остается за Мариинским театром, в котором соперничают, а в два разных щелкунчика. На новой сцене художника Шемякина, на старой хореографа Ваймона. Этот спектакль у меня просто с детства. Это необыкновенные воспоминания о добром времени, когда я только познавал азы балетного искусства, попадал в Кировский тогда театр. Это была мечта просто. Это было, когда мы детьми ехали на спектакль или на репетицию сюда, это было огромное счастье. Щелкунчик хорош как для детей, так и для взрослых, еще и потому, что последние, хотя бы под Новый год, могут без стеснения поиграть в куклы, даже просто наблюдая их танцующими на сцене. Балет – это лучший способ поживить кукол. Балет – он сам по себе. И искусство маленького мирка кукольного, и балерины – они все такие прямо статуэточки-куколки. То есть вот эта тема кукол – это как двойственность человеческой натуры. Те куколки, например, которые у нас в первой картине, а на спектакле 92-го года, там были две пары. То есть первая пара военная – это рекрут и маркетантка, а вторая – это Коломбина и Орликина, это вечный праздник. Вся дальнейшая история Щелкунчика, она вот эту тему и развивала, что где мы живем – в мире людей, в мире кукол или в мире крыс. Но если куклы еще встречаются и в других балетах, то эксклюзив Щелкунчика – это мыши, угрожающие физической целостности этих самых кукол. Мышам, хотя по степени агрессивности это скорее крысы, но пары до времени уделяли меньше внимания, и напрасно. Важно то, что в 1892 году мыши в Щелкунчике были впервые допущены на сцену императорских театров легально, причем вместе со своим собственным императором – мышиным королем. Крысиный король – это не миф, это явление среди крыс встречается. Но это не одна особь. Когда крысята маленькие, у них в первый месяц очень быстро растет длинный хвост. Он лысенький, и понятно, что особенно в зимний период он начинает мерзнуть. И крысята друг к дружке начинают сжаться, и в том числе переплетаются хвостами. И потом приходит время, когда им надо разбегаться, они пытаются, они могут, у них хвосты переплелись. И вот с этого момента вот это явление называют крысиный король, потому что не только мать, но и другие члены вот этой стаи, они начинают кормить вот это сплетение. В природе мыши часто передвигаются прыжками до полутора метров в высоту. На сцене их движение подчинили особой балетной пластике. В Щелкунчике Вайнонена у них свой хореографический рисунок. Это режущее движение «сисон ферме», что французского как бы обозначает «закрывать». Да, они делают «сисон ферме», они делают «суды баски», они этими движениями нападают. Вот вы обратите внимание, когда в темноте серые головы крыс, мышей попадают в свет прожекторов, у них блестят глаза. И это, в принципе, такой очень красивый художественный театральный прием. В Щелкунчике мышам хорошо, потому что здесь много еды. В первоначальном сценарии и некоторые куклы появлялись из пирога и капусты. Этот мотив нашел себе место в оформлении спектакля Михаила Ашмякина. Однако основной акцент был сделан на сладкий стол. Во втором действии Маша и Щелкунчик, к тому времени уже прекрасный, попадают в город Конфитюренбург, по-нашему Вареньеград, где их встречают. Леденцы, нуга, бриоши, ячменный сахар, дрожжи, разумеется, чай, шоколад, какао, леденцы, мятные лепешки, пастила. Ну, русский танец можно сравнить с пряниками с какими-то. Но я бы сказала, какая связь в этом диверсисменте. Это не только сладости и продукты питания, это характеры. То есть это будет страсть, испанский танец. Восточный танец – это красота, грациозность, плавность, какая-то витиеватость. Китайский танец – это острота, это больше специи, скорее всего. Зрителям в зале во время второго действия Щелкунчика, то есть во время диверсисмента кондитерских изделий, на сцену было смотреть сладко. Потому что они там видели примерно все то, что привыкли покупать в петербургских кондитерских. Бриоши, птифуры, леденцы, конечно же, драже и, безусловно, как тогда говорили, конфекты. Самой знаменитой сладостью Щелкунчика остается драже, фея которого танцует под новый тогда инструмент челесту. Драже состояло из натуральных ингредиентов, потому что основной, конечно, ингредиент – это там был сахар. И натуральные добавки. Добавлялось иногда даже внутрь драже или, например, леденцов натуральное варенье. Но какой сладкий стол, конечно, может быть без торта? Они вообще были очень больших размеров. Они могли высоту доходить до метра, а то и полтора. Кондитер уже вот на рубеже 19-20 века, он должен был знать рецептуру и уметь выпечь торт, но он должен был обладать знаниями архитектора, художника и даже строителя. Искусство в жизни также часто сопровождает гастрономические удовольствия, как и в балете Щелкунчик. Но во втором случае оно первично, начиная с эскизов к спектаклю, хранящихся в театральной библиотеке. Мы говорили про еду, а здесь не про еду, здесь про искусство. Потому что это феечки, это свита как раз феи, главная фея, фея дрожи, это и фея музыки, и фея кукол, фея художеств, фея красок, фея игр, фруктов, цветов, и фея ночи. Сон и явь, сказка и быль переплетаются в Щелкунчике на сцене, как и у нас в жизни. От этого нас так и тянет вновь и вновь туда, в его фантастический мир. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, поется в старинной советской песне. Не удастся в жизни, для этой цели хорошо сгодится театр. Особенно, конечно, балеты Щелкунчик. И, безусловно, перед Новым годом и Рождеством. Не получится попасть на спектакли, просто повесьте игрушку на южку.